Ни секунды без присмотра. В жаркий сезон участились выпады детей из окон. Как уберечь маленькую жизнь? Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Огонь не терпит ошибок. В Бобруйске произошел пожар. Самой распространенной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Кто стал виновником возгорания? МАК не для красоты. В стране проходит специальная программа по уничтожению наркосодержащих растений. Как не попасть под статью? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Опасность может быть где угодно. Даже в поле. В Бобруйском районе под косилку трактора попал ребенок. Предварительно установлено. Вечером 5 июля 11-летний мальчик, гуляя вместе с друзьями вблизи деревни Долгий Клин, решил проверить, созрел ли горох на колхозном поле. Когда дети увидели трактор, двое из них убежали, а один спрятался в посадке. В этот момент ребенка зацепило навесной косилкой. Механизатор, заметив случившееся, тут же вызвал скорую. Подросток госпитализирован. Следователем с привлечением специалистов ГКС и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту, Бобруйским межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего одно мгновение может стоить жизни. Лучший способ справиться со зноем – открыть окно. Только в этом, казалось бы, безобидном деле скрыта реальная угроза. За шесть месяцев этого года только в Могилевской области из окон многоэтажек выпало пять детей. В Быхове двухлетний ребенок, который выпал с высоты пятого этажа, погиб. А вот в горках история закончилась не так печально. Двухлетний малыш после падения чудом остался жив. Пока мама занималась приготовлением обеда, оставленный без присмотра мальчик на балконе взобрался на стул и выпал из окна второго этажа. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Это крайне важно для безопасности ваших детей. Помните также, что москитные сетки создают лишь иллюзию закрытого окна и не способны предотвратить выпадение. Не ставьте мебель и игрушки возле окон. С их помощью ребенок может взобраться на подоконник. Вспыхнул средь бела дня. В конце прошлой недели в Бобруйске произошел пожар. ЧП случилось на улице Сако. Звонок на номер 112 поступил около полудня. Загорелся восьмиквартирный барак. Как отмечают соседи, в дом часто забирался человек без определенного места жительства. Не исключено, что он и стал виновником возгорания. Повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Спасатели напоминают, что самая распространенная причина пожара является неосторожное обращение с огнем. Поэтому не стоит выбрасывать незатушенные сигареты в сухую растительность, не курить в постели, не выбрасывать в урны незатушенные окурки. Ну и, конечно же, помнить про безопасность дома. Речь идет про безопасную эксплуатацию печного отопления, электроприборов и детской шалости с огнем. С начала года в Бобруйске и районе зафиксировано свыше 90 пожаров. 19 человек погибли. В масштабах всей страны произошло более 3000 возгораний. От случайности до ошибки в Бобруйском районе за выходные произошло 4 пожара. В субботу около 4 утра горели хозпостройки в деревне Малинники. В результате ЧП уничтожены кровли одного строения, у другого повреждены стены, имущество и перекрытие. Причина выясняется. Уже в воскресенье в половину шестого полыхал частный дом в Барановичи-3. В момент прибытия первого подразделения МЧС горение в данном доме было уже ликвидировано с помощью усилий соседей, которые вовремя обнаружили выход дыма из окна и первичными средствами затушили огонь. В результате повреждено лишь некоторое имущество в доме, оплавлено окно и подоконник. Предварительной причиной пожара является нарушение эксплуатации электросети и электрооборудования. В этот же день, ближе к восьми вечера, очевидцы сообщили о пожаре в Старой Шараевщине. Полыхала баня. Спасатели не дали огню распространиться на жилой дом. Уничтожены кровли и навес, повреждены стены. В 23 часа сотрудники МЧС выехали на вызов в Мартыновку. Пламя окутало баню. Предварительная причина – неправильная эксплуатация печи. Пьяному не место на дороге. В Бобруйске нетрезвая женщина погибла под колесами автомобиля. 2 июля после полуночи водитель Пежо, двигаясь по мосту через Березину в сторону улицы 1 мая, совершила наезд на женщину, которая находилась в крайней правой полосе без световозвращающих элементов, с признаками алкогольного опьянения. От полученных травм Бобруйчанка скончалась. Всего один звонок помог задержать пьяного водителя в Чаусах. 4 июля около 6 вечера в дежурную часть позвонил мужчина, который сообщил, с городского пляжа собирается уезжать водитель Ауди, который несколько минут назад выпивал спиртное. Наряд ДПС выбыл к указанному адресу и задержал нарушителя при выезде с места отдыха. Им оказался 34-летний местный житель, медицинское свидетельствование которого показало наличие больше 2 промилле алкоголя. Бобруйские предприниматели 4 года занижали прибыль и, соответственно, не доплачивали налоги. Однако деньги все же придется вернуть. Департаментом финансовых расследований совместно с налоговой инспекцией были установлены факты уклонения от уплаты сборов в отношении строительной организации. Руководитель предприятия с бухгалтером создали фирму, которая существовала только на бумагах. На липовую компанию они оформляли технику и якобы давали ее в аренду основной. На деле же машины приобретались за счет первой организации и необходимости в прокате не было. В результате незаконной деятельности в казну недоплачено 139 тысяч рублей. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 2043 УК Республики Беларусь. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо занимать определенные должности, либо без лишения. Более полутора тонн незаконных посевов конопли и мака уничтожили за месяц в Могилевской области. С 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит специальная программа МАК. Оперативники подразделений по наркоконтролю совместно с другими службами нацелены на уничтожение сырьевой базы, а также на пресечение деятельности лиц, которые занимаются выращиванием и возделыванием. Для тех, кто допустит незаконный посев или выращивание, все может закончиться наказанием в виде штрафа в размере до 20 базовых величин. При этом не имеет значения, лично вы высадили растения или же они сами разрослись на участке. Мужчину, который заталкивал лебедя в багажник автомобиля, нашли и отправили в ИВС. Его будут судить за жестокое обращение с животными. На днях в сети появилось видео, на котором мужчина заталкивает в багажник живого лебедя. На призывы отпустить птицу он не реагирует, а на вопросы, зачем это делает, шутит про деликатесы. Как выяснилось, 33-летний, ранее судимый житель Новополоцка, просто хотел сделать фотографию с птицей. В отношении нарушителя составлен административный протокол за жестокое обращение с животными. Ему грозит штраф до 30 базовых, арест или общественные работы. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Риенс, увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА